Городской репортаж Городской репортаж Это подарок нашим дорогим ребятам Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал непосредственное участие в строительстве этого объекта Хочу поблагодарить всех наших строителей, которые своевременно и с хорошим качеством построили этот объект С праздником вас всех! Я хочу сказать главе города железнодорожного большое спасибо за то, что он делает в рамках развития Московской области, развития города железнодорожного Хочу всем вам пожелать успехов работникам данного замечательного учреждения Действительно хороших, плодотворных успехов в своей работе Детишкам, конечно же, всего самого доброго Их родителям тоже большие слова, поздравления И пользуясь случаем, хочу преподнести подарок директору детского садика Потому что считаю, что в новый дом надо что-то и подарить И хочу включить паспорт телевизора Хочу пожелать от имени руководителя области Адрея Юрьевича Воробьева Всех членов правительства области Чтобы вот этот светлячок действительно был лучом света в этом микрорайоне Чтобы дети и родители сюда утром приходили с улыбкой И видели улыбку на устах воспитателя Чтобы творческие проекты, творческие занятия Укрепляли здоровье наших малышей Добавляем возможность расти всесторонней личностью И своим творчеством выбирать тот жизненный путь Который будет им способствовать и личному успеху И процветанию родного города И нашего родного края Подмосковья С праздником вас, дорогие друзья Вы знаете, очень радостно, что у нас в городе открывается еще один детский сад Хотя можно сказать, что это очередной детский сад Но я думаю, что как раз радости от этого события, конечно, не стало меньше Хотелось бы также еще отметить, что это учреждение открывается на улице Названной в честь нашего почетного гражданина города Георгия Александровича Струва Я думаю, что это в первую очередь говорит как раз о той преемственности поколений Которые в нашем городе, конечно, соблюдаются Мы помним наших ветеранов, мы помним тех людей, которые несли свой вклад в развитие города и восстановление Но также, конечно же, городская команда, по-моему, с оптимизмом смотрит будущее Я думаю, программа до конца города в шестерских садах, в школах Это, конечно же, об этом говорит С праздником вас, дорогие друзья Я прежде всего хотел передать поздравления и благословения, и благословения управляющего московские парки, митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия Прекрасному городу железнодорожному, который он знает, любит и всегда помнит С тем дружеском, которое сегодня С праздником вас, дорогие друзья, и помощи Божьей в ваших трудах После вручения символического ключа от здания директора детского сада Светлане Хрущиной настал кульминационный момент церемонии Право перерезать красную ленточку было предоставлено председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову Первому заместителю председателя правительства Московской области Лидии Антоновой и главе городского округа железнодорожной Евгению Жиркову Так, молодец, давай, и вот здесь, давай Опа, так Опа Помахать Поднимай, помахать С днем рождения детского сада Сегодня в день раз в детский сад После того, как официальное открытие состоялось, директор сада пригласил всех желающих на экскурсию по зданию Дошкольное образовательное учреждение «Светлячок» рассчитано на 220 мест В нем созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей Большие светлые группы, спальни, спортивный зал, кабинет психолога, музыкальный зал, уютная столовая, пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения, что позволит обеспечивать безопасность детей и имущество 24 часа в сутки Вот такая яркая игровая площадка находится на территории детского сада Бесспорно, малышам она придется по душе Территория сада очень большая Она разбита на один из прогулочных участков и имеет отдельную спортивную площадку Помимо песочных, качелей и столиков, на ней имеются также теневые навесы, где дети могут укрыться от дождя, ветра и изнуряющей жары Как вы можете видеть сами, детский сад полностью готов к приему своих маленьких хозяев Как заявили представители власти, это далеко не последнее открытие дошкольного учреждения в нашем городе До конца года планируется открыть еще пять детских садов Ну а насколько эти планы исполнятся, мы узнаем уже в конце года Ермил Нечаев, Виктор Демин, РТО Подмосковья, город Железнодорожный Городской репортаж Субтитры создавал DimaTorzok